Дота 2 В четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tipo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Так, 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 так Так, это не та команда, к сожалению. Мы сегодня смотрим с вами другую команду. Сейчас у нас Snikinix Assassin против E-Series Gaming HyperX. Я сейчас их вам включу, собственно, и будем смотреть. Немножечко в пупыхах мы с вами эту игру стартуем. Но, тем не менее, все должно быть окей. Так. Вот здесь только так сделаем. И вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот, все получается. Народ, всем еще раз привет. Всем добрый вечер. Мы с вами стартуем тот самый американский отбор на International 4. У нас второй матч на сегодня. Первый на этом стриме должен был быть. Но, к сожалению, ребята из ИХ не смогли собрать 5 человек. Поэтому у них были проблемы. И они проиграли первую игру по тех лузу. Так что игры не получилось. На второй матч с вами обязательно врываемся. У нас будут играть Snikinix Assassin против команды E-Series Gaming HyperX. С вами сегодня адекват. Поехали. Поехали смотреть. Сразу немножечко оговорюсь, чтобы не было никаких потом проблем. В Dota TV нас не слышно, потому что мы не успели зайти в лобби. Концентрентом все стало хорошо. Вот. Поэтому слушайте именно на Твиче на нашем канале. Итак, E-Series Gaming у нас играют за Reddent, за Dyer, Snikinix Assassin. Уже сделаны первые пики, сделаны баны. Давайте смотреть. Так, Triant Protector и Brave King от E-Series Gaming. Snikinix Assassin взяли Мирану и Клокверка. В банах Батрайдер, Инвокер и Мипок, что самое интересное. И также Ликантроп, Синькинг, Outfall Devour и Death Prophet в банах от E-Series Gaming. Ну что, бан достаточно интересный. И пики, кстати, тоже. Я будто параллельно наблюдал за матчами, когда, собственно, у меня матчей не было. Я видел, что там Тренд Протекторы брали во всех трех матчах. Я вижу, в этом матче тоже взяли. Ну, вы знаете, на американских играх Тренд Протектор останется самым юзабельным, наверное, персонажем. Можно сказать и так. Ну, очень часто его берут и делают наставку на этого персонажа. Кентауэр нас с ластбаном во второй стадии. Отъезжает на Сникеникс Ассасин. Вторая стадия пиков у нас уже пошла. Ну и самая интересная часть, конечно же. Давайте быстренько по составам тоже пробежимся. Итак, Сникеникс Ассасин, Задайр, Флафф и Стап на капитанском слоте. White Pearl, Тексмайк, 88, Синей, ЮСХ. Ну и у E-Series Gaming HyperX. Инхидара на капитанском слоте. DDX, Папита, Зурдо и Фуллбек. Вот такие вот у нас ребята будут сегодня катать в доту. Ну, надеюсь, катка будет очень интересной. Интересной. Надеюсь, что у нас все будет не в одни ворота. И все действительно будет окей. Ребят, по поводу доза я не знаю, насколько он прекратился. Будет ли он вообще. Но пока вроде бы все окей, поэтому будем с вами комментировать. Как оно дальше будет, я без понятия, собственно. Так что все должно быть. All right. Мы надеемся на это, конечно же, что все остальные матчи мы с вами обязательно откомментируем. Итак, что тут демоны забирают себе третьим пиком. Ребята, Сникеникс Ассасин, сформировая тем самым даблу героев. Достаточно агрессивную, достаточно хорошую даблу на ранней стадии игры, которая позволяет, впрочем, неплохо, помимо того, что фармить, так еще и гангать и убивать противника. Ну и, опять же, юзание этих персонажей возможно на любых лейнах. Они могут стоять как и в миде, так и на оффлейне, так и на легкой линии. Уникальная достаточно дабла такая. Ну и очень часто она юзается в профессиональной татусцене. Вот Сникеникс Ассасин решили через этот даблу поиграть. Ну, кстати, хочется отметить тот факт, что у Сникеникс Ассасин уже есть одна победа. Первый свой матч они выиграли. Причем достаточно просто. Так что на плюс морали, скажем, они уже готовы играть дальше. Насчет Иссирис Гейминг у меня информации нет. Ну, посмотрим, посмотрим, как они будут играть. В любом случае будет интересно. Ну, что можно сказать, в принципе, об этих двух командах? Ребята из... Иссирис Гейминг это у нас аргетинцы, полным своим составом, все пять человек. У Сникеникс Ассанс это американцы. Ну, у них, скажем, состав более-менее такой известный, что ли, вам всем. Да, их смайк, флаф, инстав, они участники команды Team Liquid, а третьем интернешн или были, собственно, вы их прекрасно помните. Ну, а остальных, наверное, игроков вряд ли. Ну, кстати, пака взяли тем временем Иссирис Гейминг. Четвертым пиком был Shadow Shaman, заехал к Сникеникс Ассасинс. Ну, что, и четвертый пик от Иссирис. Что мы видим? Shadow Shaman забирает с Никеникс. Shadow Shaman тут непонятно, в какой роли будет выступать. То есть, в принципе, это, возможно, будет какая-то трипла Мирана, Shadow Demon, Shadow Shaman. То есть, Миран в качестве керри-героя два суппорта, Shadow Demon, Shadow Shaman и Клокверк на сложную. Либо Shadow Shaman поставит в мид. На быстрое получение шестого уровня и, в целом, усиливание пуш своего потенциала. Ну, Иссирис Гейминг и Пирекс. Понятное дело, что в Рейф Кинг у нас будет в качестве керри-героя. Триан Протектор у нас это субпорт. Ну, и пак, конечно же, Митер. Ну, вот осталось еще добрать кого-то субпорта и оффлейнера для аргентинцев. Посмотрим, кто это будет. Ну, вот, видимо, Кидара уже тратит свой резерв тайм. Немного времени осталось до выбора героя. Edge Operation. Ну, что, хороший субпорт. Очень часто уезжается в профессиональной дотэ-сцене. Сейчас Иссирис Гейминг его действительно себе забрали. Так, я быстренько посмотрю, что у нас там в ДОТО ТВ. Слышно ли? А, ну, в ДОТО ТВ у нас не должно быть пойти, и слышно. Так что я не парюсь. Ну, тем самым сформировали себе Триплу. То есть, тренд, что Париж, два субпорта в Рейф Кинг фармит. Трипла очень сильная. Опять же, несколько замедлений. Есть Даррик Стан. Это очень круто. Ну, в принципе, я бы не сказал, чтобы они, наверное, могут пойти в сложную линию. Это Трипло, ввиду того, что все-таки два амилишника, это не очень хорошо. Но на легкой линии, думаю, отстает хорошо. И в Рейф Кинг проблем с фармом у него, думаю, не будет. Так, у нас последняя стадия банов. Убирают оффленер. Как раз оффленер не хватает Иссирис Гейминг. Ну, а здесь убирают мидера, темпларочку. Иссирисы решили, что именно мидер не хватает. Иссирис и то, что Шадо Шаман именно будет наскачать в 7 субпорта. Ну что, интересное решение. По одному пику осталось дело. Давайте смотреть, кто это будет. Так, ну, теперь мы будем точно знать. Шадо Шабана в качестве 7 субпорта или в качестве мидера у Синей. Ну, наверное, вы все прекрасно понимаете, что товарищи Синей, они в качестве фаворита в этой квалификации подходят. То есть они претендуют как минимум на топ-3. И их игра, наверное, наиболее интересна будет зрителям. Но однако Иссирис Гейминг, конечно же, тоже очень сильно мотивированы. Всем охота попасть на Интернешнл. Поэтому будут стараться, я в этом уверен, на 100%. Шторм Спирита забирает пятым пиком Сникеникс Ассасинс. Это у нас мидер. Да, Шадо Шаман все-таки в качестве 7 субпорта. Хорошо, ну и ласт пик от Иссирис Гейминг. Так, ну пак уже, в принципе, есть против Шторма, да? Остался напикать оффлейнера. Ну, по сути, против триплы. Хотя, вы знаете, Мирана Шадо Демон и Шадо Шаман вполне могут триплой вниз отправиться. Вообще, возможно, такие варианты, что Мирана Шадо Демон пойдет в мид, Шторм Спирит на легкую, Шадо Шаман в качестве 7 субпорта в лесах, Клокверк на сложную. В общем, в вариантах с Мираной Шадо Демоном просто миллион. Назначено сразу прям так и не скажешь. Так, ну и ласт пик. Ласт пик, Энхидара, и будем смотреть уже непосредственно за этой картой. Это не Икс Ассина, это оффлейнер. Ну что, пик в целом хороший получился. Давайте поставлю вам вот такую штуку и будем смотреть за дотой. Почему бы и нет? Ну вот ребята разбирают себе героев. Давайте глянем, кто на ком. Икс Майк взял себе оффлейнер, и мы видим Клокверка. Синей будет на Миранке. Вайт Бёрд на Шадо Шамане в мид пойдет Юсеха на Шторм Спирите. Ну и Фаффен Став на Шадо Демон, получается. Это сникки Никс Ассайсенс. Ну и команды Сириус Гейминг. Гипер Икс. Зурда взял себе Никса. Инхидар, капитан Камана и Штопорежни. ДДХ будет играть на паке. Фуллбэк будет играть на Брейв Кингке. Ну и Попита на Триан Протекторе. Выбор сделан. Теперь уже будем смотреть непосредственно за исполнением этих коллективов. Так, ну давайте глянем. Кто, куда, зачем и почему пойдет. Мне вот очень интересно расположение линий именно у команды Сникки Никс Ассайсенс. Да, все-таки. Как они расположат свое Трипло? Это во многом будет, конечно, определять early game. Потому что захватить инициативу с Мираной, Шадо Демоном, Шадо Шаманом можно. Вы сами понимаете, комбинация сплофт просто шикарная. То есть уйти из-под дисрапшна и эру невозможно никак. И это факт. Там плюс еще сверху салт кетч какой-то будет накидываться. Да еще и случай, что Раста может подержать. То есть если Шадо Демон где-то будет отсутствовать, то Раста просто кинет сеточку и опять же будет 100% эру. В прямом случае у нас пятером с Никки Никс Ассайсенс побежали на нижнюю линию. Попытку, знаете, устроить себе First Blood до прозвучания гонга. Вот видят они здесь... Ой-ой-ой-ой, чуть не подставился в Ревкинг. Немножечко вышел, увидел противника и тут же вернулся под свой Тауэр. И правильно сделал. Начал бы здесь, конечно, было ему плохо. Но в целом все обошлось, мы видим. Поэтому, наверное, First Blood все-таки не будет наблюдаться у нас до спауна крипов. Ну, все, значит, интересное будет у нас потом. Итак, 3-плак все-таки в сложной линии у Синей. Ну, есть в этом определенный смысл. То есть понятно, что в Ревкингу фармить давать нельзя ни в коем случае. И Тир и НДЖВК с этой задачей будут справляться, думаю, на 5 с плюсом. То есть здесь проблем быть не должно. Ревкинг подходит к репочкам, замахивается, получает сразу 3 тычки. Как минимум. От Синей. Уже проблемы. Уже вынужден будет вбригаться сюда Триан Протектор с Ливинг Армором. Уже должен быть Инш Топорейшн тоже, который будет отпугивать противника. Ну, в любом случае, 3-плак против 3-плак всегда интересно. Видим, что Никса и Сириус, товарищ Сурда, собственно, отправили в мид. Против него будет стоять Шторм Спирит на Шторм... Да, ЮСХ будет на нем играть. Все нормально. И на артлейне все-таки пак. Пак против Клокверка. Ну, в целом, сложно, наверное, сказать. Я думаю, все-таки у Шторм Спирита проблем быть не должно. Как никак он Реджевой персонаж по сравнению с Никсом, который милишный. Да, и поэтому с Крепстатом проблем быть не должно. И с тем, чтобы, например, гонять своего оппонента. Это такой момент. Ну, а на топ-лейне пак. Придется немножечко постараться. Все-таки на сложной линии. Там их с Майклокверк. Ну, в принципе, тоже, видимо, ничего не боится. Стал Шторм заходит просто такой ключом, дал ему по голове. Под Крепами, правда, подставилось. Поставил Коги, лишает ману DDX. Еще и Крепотики подбивает, конечно. Но у них тут своя дота. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то из соло персонажей сможет сделать фраг. Ну, какой-то из First Blood, да. Думаю, что все-таки у нас на трипле должны быть какие-то файты. Пока мы видим, как Рейвкинг у нас спокойно фармит. Мирана напротив стоит. А суппорты занимаются тем, что делают сами пулы. Причем дабл спау на себе саурутили. Здесь поставили вардец. Здесь тоже, в принципе, вард стоит от Исирис. И будет ли попытка кого-то сцепить. Заходит Шаду Демон. Ставит с антриварди. Вардинг. Фаффен Став ищет цель. Чилинг Тач на развороте. Ставит получает Файт Бёрд. Какие же беженые плющицы будут прилетать в спауни команды Сириус Гейминг. Есть замедление. Ну, спрятал Дисраб, что у нас хорошо в Рейвкинга. Дальше вот так он не прошел. Файт Бёрд просто отхиливается. И Феррс Блада не получилось. Но мы видим, что Исириусы сами уже готовы воевать. И это здорово. Несмотря на то, что против них агрессивная трипла. Они сами пытаются синициировать и пытаются убить. Ну, для этого, конечно же, у них есть замедление. Дарик Стан, опять же, тот же самый. Есть Чилинг Тач, который накидывает плюс 50 дэмэдж каждому своему тиммейту в трипле. Это очень много. Но синие мы, видимо, опять вернулись к нейтралам. Немножечко необычно это видеть. То есть, когда суппорты, находящиеся на оффлейне, делают пулы, а не суппорты, которые находящиеся на лёгкой линии делают пулы. На тирене фуллбэк славил Эру. Ну, синие немножечко его продамаживает. Убить, конечно же, не получится. Но, в целом, прицеливается. Пока делает поправку на ветер, то есть, уже подготавливает площадку себе для дальнейших хороших Эро в этой карте. Так, за сиренем в миде. Никс Ассайсин против Шторм Спирита стоит. Шторм Спирит 12 на 1. Никс у нас 6 на 0. То есть, Шторм Спирита здесь, конечно, идёт полный перефарм. Доминация на карте, на этом лейне. В частности, действительно, всё у него хорошо. Ну, мы это с вами, в принципе, предвещали. И понимали, что Шторм Спирит должен линию свою выигрывать. Вот идёт он ещё за руной регенерацией. То есть, всё у него окей. Стоит вордец, который видит спауны руны. Такого ворца у Никса нету. В этом, конечно, плане у него тоже минус. Что-то плейдем. Быстренько пройдёмся. Итак, пак у нас 10 на 3. Здесь Клокверка 6 на 1. Ну, пак тоже за счёт того, что всё-таки персонаж ржевого характера выигрывает свой лейн. Ну, хотя Экзмайк особо, думаю, не парится. Под своим табором. Левел 3 себе уже получил. И пытается Крипотиков добивать по возможности. Такое. Ну, в целом, очень интересно, что... Интересно, что уже ни одного ферстмада сделанного не было. То есть, третья минута казалась бы при таких агрессивных лейнах. А всё равно ФБ нет. Команды хоть и пытались это сделать. Но, в целом, пока у нас на табло нули. Смотрим дальше. Четвёртая минута встречи пошла. Подфармит нас по-прежнему в Рейвкинг. Кстати, если сравниваем двух керри-героев на триплах. То есть, мы видим, что здесь сейчас будет атака. Флаффенстав или нет. Флубэк. Хорошо получает дисрабшит. Солкетчер. Рэрон потапливает синей. Да ладно! Попадает фуллбэк. А большие проблемы. Ещё в сеточку протяжали. Эми кармор вешается. Нужно забивать. Набиваете. Он ферстмат. Убивает Борда. Большие проблемы. Забивает его. Энштопарыш. Это один в один. И погоня пошла. Дайвим триант протектора. До конца. Шторма залетает. Но первого уровня, конечно же, много дэмэджа не внесёт. И уходит спокойно. У нас триант протектора. В живых остается также флаффенстав. Разменялись один в один. Но, что самое главное, ферстмат сделали ребята из синей. Они получили деньги. Но они получили всё, что им нужно получить. Да, Шаду Шаман. У нас отметился ферстматом. Насколько я понимаю, денежку себе получил, хоть и сам отъехал. Ну и, конечно же, тот самый ключевый момент, что они убили керри героя, потеряли саппорта. Это тоже нужно иметь в виду. И пока синей захватывает инициативу на этот реплей. Сейчас немножечко поспокойнее. Думаю, будет действовать и Сирис Гейминг. Я прекрасно понимаю, что очень жёсткая триплава противника. Так, на Сиреннем Шторм Спирит. Дат 6 на 1 против Никса 15 на 4. Драка за руну. Приходит первый по Пита. Руну забрал и ушёл. Да, но тут ни с чем, собственно, остался Шторм Спирит. Ну, летит тут Боттл. Есть только Талисман, Сапог. Левел 5-й мы видим. Второй репорток, старая пассивочка. Оверлоуд тоже 1 на 2. У Никса пока левел 5-й. Ну, в целом, конечно, задачи тоже разные. Кстати, смотрите, в инвизис подходит Папита. У Шторм Спирита-то пока нет ультимейта. Можно его убивать. Есть подкопчик. Пошёл Лич Сид. Пробиваем с руки очень сильно. Шторм Спирита пробивает. Пытается он идти, но нет ульта. И дальше, если чем подавить. Вот будет подкопчик в 4 секунды. Идёт до конца. Зорду. Он прекрасно понимает, что есть возможность сделать фраг. Отбивается Шторм Спирит по возможности. Подкоп нужно дать. Нужно дать подкоп. Мансует у нас здесь ЮСХ и в живых остаётся. Но не получилось сделать фраг, мы видим. Такое. Ну что, продолжаем смотреть дальше, что у нас там будет происходить. Ну, даблуй здесь остались, видим, ребята из Ассирис Гейминг. Fluff & Stuff уже пошёл атаковать. Ну, здесь правильно, по таварам, конечно, нужно стоять. Не подставляться ни в коем случае. Ну, и на топ-лейне у нас пока... Так, отключу тысячатик. Надо хорошо будет. На топ-лейне у нас пока всё спокойно. Пак у нас выформил себе сапог, левел 6. Там к нему летит, видимо, Боттл. Да, он его старается обустрить. Ринков Базилиус. Впрочем, дефолтный вариант. У Хмайка тоже самое. Сапог Боттл. Есть левел 6. Есть ТП-шка, так что если где-то какой-то экшн будет происходить, моментально, конечно, будет реакция и прилетит Хмайк. Да, тебя миша не простит. Ну что, фармит дальше в Рейв Кинг. Пытается. Натоделал 16, платит у него КС. У Миран 20 на 8. У Синея здесь немножечко папа покруче. Но опять же продолжает эти вот суппорты делать пулы. Вдвоём, принимая себя попараллельно урон. Типа, получается, стал на северене White Bird. Поментально, Fluff and Staff выдаёт Disruption. Выкидывает Шаду Пойзон. Филинг Тач пошёл. Фуллбэк идёт до конца. Папита пытается достать своим личным домом. Погоня до конца. Ещё один стан White Bird. Родасол Кетчер пошёл. Эро залетает. Папиту, конечно же, силий дэмэдж. Но убили Шаду Шамана. Папиту пытается прогрессить. Вылетает. Там был латенький УСХ. Вовремя поднял Невел 6. Протягивает ещё и фуллбэка. Хукшот мимо. В исполнении их Смайка. Подставил сопростояние с натягиванием Миранда. Энштар Шторм. Липаут. Пытается жить. Подставляется подкропать. Ничего страшного. Ну и на хосте там Никс. Бегает. Покупается Аркейн Буцы. Возвращается. Мимо всех. Виндетта успел смотаться, кстати. Вырежет у него кого-то. Здесь что-то демона пытается пробрать. Да, у него получается. Сделан фраг. Какой жёсткий этот зурд. И убегает. И в итоге разметно в плюс оказался у Сириас Гейминг. 2 в 1 они подрались. Ну и красавчик Никс. Играл тот момент до конца. Да, такое, знаете, не самое стандартное решение. Прямо в центре замеса. Отбегать куда-то в леса, чтобы купить себе Аркейн Буцы. И вернуться, чтобы сделать фраг. То есть достаточно интересный мух. Ну у нас, видимо, пак единственный, кто не принимал участия в этом замесе. Так что в целом 4 на 5 дрались ребята из Синей. Ну а Синей были в полном составе. Подтянулись все. Но, видимо, драку выиграть не получилось. Восьмая минута встреча все время пошла. Есть смысл, наверное, взглянуть на индивидуальный нетворс. Кто же лучше всего нафармил. В итоге вышло, что лучше всех нафармил Шторм Спирит. Ну, его в бите никто не мешал, по сути дела. Он спокойно бил крепочков. И ещё и сделал фраг. Плюс ко всему. Так что одни плюсы кругом. 2.900. Дальше идёт Никс. Ну, Никс. Тоже нормально фраг сделал, да. То есть тоже с мида. В целом not bad. Но проигрывает немножечко Шторм Спирит. Буквально 200 монет. Ну и дальше идёт пак. У нас на сложной линии, который в замесах участия не принимал. И 3.4 идёт Мирана. Где в рейфкинг, в рейфинг только топ-6. Опять же Disruption. Soulcatcher Arrow залетает. Большие проблемы у рейфкинга. Пытается поперта сейвить его своим, конечно же, Ливинг Арбором. Залетает. Икс Майк ставит. У нас хорошие Коги. Буллбэк. Много дэмэджа получает. Умирает, конечно, Когвирг, но умирает. Ищи в рейфинг. Это очень важно в Love and Stuff. Стоит под центре Вардом. Дримскойл ему тут ДТХ не дал никуда уйти. И 1-2 получился. Размен в пользу Исириус. Но опять же, забрали оффлейнеры суппорт, но отдали кейре героя. Это намного, наверное, ценнее всё-таки. Ну что, смотрим дальше. В девятом это встреча, в те время, пошла. Много активности, вы знаете. Говорил я о том, что вроде бы в качестве фаворита должны подходить ребята из Синейей к этому матчу. Но Исириус отдаёт хороший отпор. Отличные драки проходят. И, в принципе, за место они выходят победителями. Единственная, конечно, проблема в рейфинг-аут. Если этот парень не перестанет умирать, то будет всё хорошо у Исириусов. Есть у него, видим, сапог. Есть брейсер, левел пятый, третий стан. Там второй у него на первом Ампире карут. Ещё плюс, видимо, прокачал себе. Так, ну и в бит. Атака от Зурда. Ну, здесь предусмотрительно поставили Синтри вар. Смотрите, Исхай его цепляет. Поцелу течером. Электрид вортекс. Зурда кара пассирует. Одного подкапывает. Пытается уйти. Дисрапшн. Тут моментально левень кармор. Тот, теперь Клокверк забрал фраг на, опять же, на Бредкинге. У нас продолжает бить Зурду. У него большие проблемы. Баг пытался подсейвить. Не получилось этого сделать. Ой, да ладно, мало ли. Не хватило, чтобы лететь ещё раз. Попробовал. Получилось на этот раз. Вышел и, в принципе, в живых остался. И в итоге два фрага делают Синьей. На разных продукциях картах. Но, тем не менее. Ну, то есть, опять же, на топе подфитил варивкинг. Что он делал один без суппортов на сложной линии, я не понимаю. Ну, факт в том, что опять нафитил. У него слабый относительно надворст. Только немножко получше, чем у суппортов. Всё отвратительно. Но, тем не менее, мы видим Синьей. Который на Миранке. В принципе, особо не умирал. Трясисты имеет. Есть у него фейсбуцы. Есть Ринков Базилиус. Маджик Монд. Левел 7. Штаб Шторм и Максит, мы видим. Ну, и сюда же возвращается Фрейф Кинг. По-прежнему левел пятый. Ну, и бегает Зурда. Пытается найти противника. Блодивартик. Видит Шторм Спирита с пол ХП. Кстати, хочется забрать. Очень хочется забрать. Давайте посмотрим за этим моментом. Итак, Зурда. На атаку. МПЛ моментальный. Хорошо подкопал. Монобёрн. Делает фраг в соло. 6-5. Красавчик. Всё получилось, правда. Ладно, в ответочку идёт ребята из Синьей. Лафан Став встречает Сол Кейджер. Мэкс Майк. Включает Рокот Материас Саунд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Немножечко неудачно он тут когами. Проставил. Не захватил оппонента. Фраг сделать не получил. Снизу. Тем временем фраг. Опять делает на врывкинге. В соло Мирана. Да ладно, как? Что происходит? Эра у Блюштар Шторма накрывает врывкинга. И сделать ничего не смог Трэнт Протектор. Это бред. Это просто бред. Жилис 6. Ну что, смотрим дальше, что будет происходить. Так, у нас в пакте время МПТ. Есть боттл. Левел 8. 385 монет. Никс. 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 Есть боттл. Левел 9. 1300 монет. Ну и снизу. Снова приходит Фрэйф Кинг. Снова пытается его продамагировать. Даже вот здесь Юсуха вместе с Иниэном. Залетают дальше. У фуллбэка большие проблемы. Давай отстанет с Дримкойл. Вовремя потянул стат ДТХ. Врывкик опять же отъехал. Их Смайк. Хидара. Убивает его тоже. Это минус 2. Ну и погоня дальше. Но тут Винвиз предусмотрительно спрятал своих тиммейтов Мирана. В принципе, два фрага безответных они сделали. И могут ретироваться. Бегает Никс. Еще цель. Видит Шторм Спирит. И будет у него еще атака. Есть подкоп. Хорошо. Рома напер. Это фраг. Карапасируется моментально. Пытается уйти. На хосте, конечно же, он сможет это сделать. Но я там стил. Может быть, не столько, сколько хотел бы его команду. То есть, сделал не два фрага. Но один фраг на Шторм Спирит. Это важно. Ну и сразу вырывается в топ-1 по Нетфорусу. Очень, знаете, такая активная дота у нас получается. 12-минутая встреча. Смотрим на графике. Видим, что преимущество Синей 1500. По Саре 1000, по ХП 1000. Вот так вот. Так, ну и Никс. 1700. Близо к тому, чтобы купить себе быстрый Даггер Зорда. Ну, нужно еще немножечко подфармить. Или сделать какой-нибудь один фраг. Вайт Мёртн. А Сиренимаркин Буцилл 6 уже имеет, в принципе, свои Змейки, которые может поставить для того, чтобы спушивать Таверы. Где-то пока еще не было возможности их проюзывать. У Шторм Спирита. Это 3-2-1 стат ПТ. Есть намеки на то, что будет делать себе Обливиан Став с выходом, конечно же, Вокет. Ну и в миде готовится на этого Шторм Спирита атака. В проем уже здесь ребята из Сириус. Нет никаких Даггеров. Внезапно ворваться не получится, разве что только с Инвиза. Ну, Шторм Спирит уже отошел. За рун и пошел. Икс Майк тоже здесь. ПТшечка. Есть Боттл. 2-1-2. У него стат левел 8. Один раз он всего лишь промазал хукшот. Сейчас видите здесь Пака, что будут делать. Саленс. На двоих моментально. Пак пытается идти на Лизорер. Шторм Спирит врывается. Ой-ой-ой-ой. Что-то демон себя спрятал. Летает у нас ракеточки. Терень музыка полежал дальше. DDX поставил Дримс Койл. И его просто будут убивать через Электрик Фортекс. Это фраг. Заходит Зурда. Нет, здесь внутри вода не видно. Его пытается сделать какого-то раскаст. Видит Вайтберда. На развороте Вайтберд дал, конечно, свои змейки. Но они, в принципе, будут здесь бесполезными. И фраг для Зурда. Ну, Икс Майк пытается тоже жить. Поставил Коги. Не пустил под себе противника. Там сматывал. Здесь пробежал. А в Рейв Кинг-то что здесь делать? Да боже, ну что за провал такой в Рейв Кинг? Ладно, какое-то перерождение на этот раз было. И в итоге он потерял только свой ультимейт. Но в живых остался. Ну, как так можно? То есть команда уже подралась. Ты идешь сквозь змейки. На ровном месте теряешь перерождение. Но это вообще не комильфо. Странно. Странно очень получается. Но что поделать? Смотрим дальше, что у нас будет происходить. Те время вырвались на Шторм Спирита. Но это Никс, опять же, гуляет здесь. Нужно затем Никс Ассасином глаз да глаз. У него есть даггер уже. Он может и не через Вендетту врываться, в принципе. Окей. Ну и смотрим-смотрим дальше, что будет происходить. Пока 9-9. Счет вроде бы ровно. 14 минута встречи пошла. Но на графиках есть преимущество у синей. По экспертам, в принципе, они тоже впереди. Существует того, что неплохо отформила Мирана в итоге. Шторм Спирит врывался. Есть Обливион Став. В целом необходимый артефакт они себе выформили. То есть мы посмотрим по надворцам индивидуальным. Видим, что Мирана топ-1. 5 тысяч денег у нее есть. Шторм Спирита 4-800. Ну а героя противника намного меньше. Конечно же, с упортом тоже практически ничего не выформили. Ну вот тренд. Хотя аркейн БЦ есть уже. Аварграф есть. Лавус 8. В целом неплохо. Ему больше, по сути дела, ничего для счастья и не надо. Так, залетает ракетка. Ну вот пак без даггера, конечно, это тоже очень-очень плохо. Не может он синицировать, не может хорошего на замес начать для своей команды. Ну и тут под смоком побежали ребята из Синей. Лавн Став вместе с Файтбёрдом. Поставили с антреяп сервы. И да, да, ставится в арты. Будут заходить на Рошана. Беспайл пытается его очень быстренько забрать. Здесь нет виженного ребята из сериас-гейминга. И аргентинцы должны только почувствовать то, что противник сейчас убивает Рошана. Ну, даже, в принципе, если они прознают, я, правда, не уверен, что они смогут здесь подраться. С другой стороны, есть Айс Бласт, почему бы и нет. Ну, пока, видимо, не заметили оппонента. И этот арт, к сожалению, ничего не палит. И поэтому спокойно, что он спирит забирает себе Аегис. Ну и многострадальный врывкинг у нас. Фармил нейтрал. Сейчас 2-5-3 у него стат. Брейсер, ПТ, левел седьмой. Ну, то есть, всё очень плохо. Да уж. Тяжела у него игра. Так, Айс Бласт. Намин пытается убить Шторм Спирита. Айс Бласт улетел никуда. Да, в итоге ничего не получилось. Так, Шадо Демон снизу у нас все временем пытается получить себе Экспу. Но, в принципе, левел 6-го у него уже есть. Сейдж Маска хочет купить себе урну. Урна будет запоздалая. Но у него 3 смерти. Откуда ему денег взять, по другой стороне. Тут у нас медалёновка рейс уже есть у Шадо Шамана. Ихс Майк бегает у нас Клоакой. Шторм Спирит. Шторм Спирит у нас... Ну, а Егис, да, вот у него подготовочка к второму Обливиан Ставу. Ну и в целом хочется сразу Окет, конечно, себе получить. Чтобы уже мог в Соло врываться и кого-то убивать. Ну и всё хорошо у Мирана тоже, да. Прежде ему держит, что она топ-1 по нетфорсу. 17-го минуты встречи. Продолжает фармить топ-линию. Никого не боится. Ну и, наконец, смок-атака от Осириас. Им нужно что-то в корне менять. Фрейд Кинг не выфармливает себе шмотки. Значит, в лейт он выйти не сможет. С таким темпом фарма. Нужно сейчас устраивать какие-то войны. Желательно их побеждать. И вот такие вылазки, в принципе, под смоками, они могут помочь. Забегают, забегают. Здесь когда-то фармил у нас Мирана. Мирана, но Мирана отсюда уже ушла. Поэтому никого, наверное, не найдут. На территории Мсинеи просто пятером собрались по миду. Пытались пушить Тавар. Это, кстати, будет для них второй Тавар. Не постеснялся у нас товарищ Вайтбёрд поставить смейки. И потихонечку-потихонечку Тавар убивать. Ну, в целом, видим, по Таварам сейчас будет 2-0. То есть ни одного Тавара и Сириаса снести не смогли. В этом параметре у них тоже большие проблемы. Но вот стягиваются в мид. Слишком поздно они это делают. Вроде бы Айс-Пласт сейчас залетает. Неплохой Айс-Пласт. Но продолжения никакого нет. Бегая здесь у нас товарища Зурда. Но со всех сторон у нас стоят варды. И поэтому все его передвижения будут видны. Пробежался. Пробежался тоже, конечно же, он боится. Потому что его зацепят очень быстро и убьют. В итоге врываться не стал. В теории у нас у Мирана 1900 монет уже сверху есть. Посмотрим, будет ли он фармить 7 мидасов. Все-таки сразу пойдет в линку какую-то. Ну, то есть дефолтные артефакты на 7 керри Миране будет собирать. Ну, а главное, что удерживает топовую позицию по Нетфорусу, конечно. Думаю, вполне довольны таким результатом. Да, ну и преимущество, видимо, со временем растет у ребят из CDA. То есть уже порядка 7 тысяч оно составляет. Очень даже неплохо. По XP 3 тысячи. Здесь уже, конечно, нужно что-то менять ребятам из Исириас. Иначе будут большие проблемы. У врывкинга 1100 монет после ПТ и Брейсера. Левел 8. Пытается фармить только нейтралов. На линии ему вообще выходить не дают. То есть постоянно принимают. Так же с рейнем раскаст. Мирана пошел. Айсбласт мимо. Смайк ворвался. Не точно. Немножечко промазал кукшотом. Попал в крипов. Ну и погоня за ним. Пошел до конца. Карапассирует Зурда. И, скорее всего, уйдет. Хотя Ира такой наход кидал у нас товарища Мирана. Все равно промазал. Здесь отлично сыграл Никс. Ну, был бы хороший айсбласт. Возможно, можно было бы сделать и фраг какой-то. Но, увы. Есть нас глип фортификейшн от Синее. Не отдают они третий Тавер по миду. Снизу им уже Тавер подпушивают. Третий Тавер хотят забрать ребят из Синей. И мы видим без сопротивления. Тавер падает. В целом дополнительные денежки для команды Дайер. Надеюсь Тавер мы видим не отдали. Будут за него драться. И это правильно. Ну, вот идут в пятером ребята из Синей. Очень важная драка сейчас может быть. Инвиз от Мирана моментально вкастовывается. Надо давать какой-то беспалевный Эр. Эр пока в кулдауне. 2800, кстати, у Мираны. Прежнему деньги ни во что не инвестируют. Ну, окей. Так, за все время Клоаку. И, точнее, у нас в Hood of Defense появляется Клоак вверх. И даже так. Ну, и вот он сразу Майл Шторм все-таки в исполнении Мираны. Решил выйти с такого дамажащего, скажем, Симми Керри. Ну, по сути, с такой доминацией почему бы и нет, на самом деле. То есть, ей никто не угрожает. Ее не убивают практически. Она бегает. И если будет за Месси выдавать свой ДПС, то будет только хорошо. 1.04 у нее стат, мы видим. Ни разу не подвергался какой-либо атаке. Ну, и у Юсаха в тем временем тоже появляется хороший артефакт. Это Окет. На 20-й минуте с МИДа. Плюс ПТ, плюс талисман, Боттл и Мэджик Вонду. Это очень-очень здорово. Так, ну и вот видим Зоур, да? Ее сейчас подставится. Посмотри, будут большие проблемы. Ой, подков не туда. Изглас будет залетать. Шторм спирит. Изглас попал. Да ладно, как так-то? На ровном месте. Что-то демон пытается его сейвить. Девардинг. Боллайтинг, конечно, пытается и выйдить. У нас проклятие-то, что парышный. И получается у него это сделать. Конечно же, изглас уровня первого. О никаком агониме даже речи быть не может. Поэтому выживает у нас Шторм и спирит. Но близок был к смерти. Нужно поаккуратнее играть и на ло хп не бегать. 1900 нафармил в Рейф Кинг. Ну, фуллбэк, я не знаю, что тебе поможет в этой карте. В топ-7 по Нетворсу уже. Это, конечно... Это беда. Это полный провал. Начало игры было убито. То есть здесь абсолютно право были синие, когда отправили триплу в сложную линию. То есть набление в Рейф Кинга надо было о себе знать. Сейчас на такой стадии игры и Сириусы драться просто не способны. Ну, это по кулдауну Змейк. Whitebird просто пытается спушивать товара, у него неплохо получается. Они уже покушаются. Два товара снизу. Здесь пытаются какое-то сопротивление организовать ребята из Сириус. IceBass залетает. Прыгивает у нас с Верением Никс. Под Хастой, кстати. IceBass никуда. Arrow. Тоже мимо. Ну, есть ульта у нас в исполнении Зурда. Ловит его в сеточку. Пытается пробить. Кукшот тоже. Иксмайка был. Дримскойл все поставляют. От синие. Это 1-2-1 размен. Внутри заходит у нас еще и Трям Протектал. Дал оверграф. Залетает Шторм Спирит. Начинает разваливать команду противника сейчас. Бегает Фуллбек. Есть у него перерождение. Вот Мирана убили, конечно, не очень приятно. 2-2 получился размен. Иксмайк поставляется под стан, под Тауэром прогрызает. Фуллбек очень больно. Иксмайк проседает. Отбивается стиками. Батлом тоже пытается жить. Фуллбек потерял жизнь. Лохопешный персонаж. Лучше бы отойти назад. Ну и Фуллбек после перерождения будет убивать Флафа. Убивает. Вот на Терене врывается. Висыха все-таки до конца. У него мана фулл оказалась. Да ладно. Можно убивать всех противников. Найти Трян протектора. Загрызает его тоже. Минус 2 суппорта. Фуллбек проседает очень сильно. До конца идет наш Торм Спирит. И делает даблкил. Ну, по сути, это был его трипл. Если бы там один фраг у него кто-то не своровал. То был бы трипл. Но так в целом тоже неплохо. Как бы там не было замес в игру. Конечно же, Синей. Хотя 2 на 2 вначале было. И Тауэр снесли. И команду противника поубивали практически в полном составе. Да еще и в Рейвкинг у нас умер дважды, получается. После перерождения. Ну, так у нас получается 22 минута. 14-12. Преимущество по фрагам Синей. Казалось бы, небольшое. Но мы взглянем на эти графики. И увидим, что там 12 тысяч по деньгам. Это очень много. Ну и по Ихспе там около 7 тысяч. Тоже, в принципе, очень сильно. Да. Ну и тут, видимо, уже топ-3 по Нетфорсу. Ребята из Синей. Ну, вот как их доставать сейчас непонятно. Где этот многострадальный в Рейвкинг Фэлбэк? Фэлбэк у нас купил себе даггер. Ну, этот даггер, по сути, говорит о том, что он должен инициировать. Они должны драться. Драться у них не получилось в 22 минуты. Сейчас уже драться, по-моему, бессмысленно. Потому что Синей неплохо реагирует на эти все перемещения противника. И на любой ганг отвечает контргангам. Вот видим, что делает Синей. Он просто пошел. По тавар кинул Эрл. Дал Штаршторм и отбежал. Наглеет. Конечно, наглеет. И, в принципе, ситуация позволяет это делать. Ну что, 1200 монет мы видим у Мираны. Подфармим будет она дальше. Хочется купить себе какой-то Мьелнира. Может быть, и Манта Стайл. На самом деле, здесь сейчас у Синей достаточно большой выбор в плане айтем билда. То есть, любой артефакт, какой бы она купила, был бы здесь, наверное, хорош. Можно в дэмэдж ухать глубоко. Можно немножечко на дэв сыграть. То есть, под, скажем, подусилить своего персонажа путем покупки БКБшки или Манта Стайл. Какой-то ликен сферы. То есть, здесь нужно подумать, что в данной корректной ситуации будет повернее товарища Синей. Я думаю, айтем билду выберет правильный. Вот пятером по миду подкатковает здесь наш Шоттл Шаман. На развороте вылетает Шторм Спирит. Проблема у Вайт Берда. В инвиз пытались его спрятать. Смотри, вард поставили. Вайт Берд должен умирать. Но Икс Майк на развороте будет лицеплять кого-то Коги. Пока никого лицепляют. Подцепили по Тауэр на след протектор. Коги по всем ставит Икс Майк. Что творит? Он залетает. Это Шторм Спирит разорвали противника. Боже, Миша. Дядя Миша не простил. Вот это Коги. Вот это просто потрясающе. Да, и... Так, у меня какие-то проблемы, видимо, с доткой, что ли. Или что? Вот, вот, вот она. Отлагала сразу. Все хорошо. Я думал, опять нас досят. Но вроде бы ничего подобного мы не видим. Ну что, в итоге получается, на одного Шоттл Шамана просто вчетвером. Отдали здесь Ирис Гейминг. Пак единственный, кто, по-моему, не умер. Ну, у него был эскейп, у него, конечно, появился даггер. Ну, и, конечно же, в ответочку Синей сразу пошли и будут спушивать у нас Т2. Без каких-либо шансов. Два четвертая минута встречи. И, действительно, не догнать уже Синей. Скорее всего, никак. Ну, 14 тысяч преимуществ. Мы видим уже, начиная с... Какой получается? Ну, где-то с шестой минуты. Как вот инициативу захватили Синей в свои руки, так они ее не отпускают. На протяжении всей карты. Сильно. Ну, и 1300 майн, видимо, Шаду Демона. Покупает себе поинт-бустер, будет делать Аганим. И у Ксмайка тоже поинт-бустер. Ну, все в Аганим они будут выходить. У Уайтберда тоже появляется поинт-бустер. Так что, в целом, еще парочка неплохих драк. Снесение до 2 тавера на топе. И с Аганим уже, наверное, будет игру заканчивать. Ну, горклапа Юсихей. Купил себе БКБшечку. Здесь, конечно же, Мигелни уже появляется у Мираны. Готовый. Ну, и появляется следующий Рошан. Второй Рошан по счету, получается. Первый достался Синеем без сопротивления. Ну, и второй, по всей видимости, тоже. Ну, вы знаете, Сирисы начали хорошо. Первые минуты игры были где-то за ними. Они даже ввели по счету, устраивали неплохие камбэки. Но переформили их Синеем. Потом уже, конечно, было сложно. Гнобление в Рейфингану сказалось. Как бы там не было. Залетает Айсбласт. Увидит сейчас и Сирисы. Что Рошан уже пал. Но, видимо, среагирует, это не успевает. Пытались подпушить и два тавера на топе. Один, точнее, извиняюсь. Не получилось. Пришла Мирана. Мьел нерв нас. Есть Драма Фэндженс, левел пятадцатый. Да, ну и здесь пак, смотрите. Ой, пак, пак. Смотрите, с дабл дэмбеджа влетел. Есть Сайленс. Илезу рёпни туда. Эксмайка с руки пытается пробить. Штору спирит в ответочку. Должен найти. Пол маны уже потерял. Неприятно. Влетает дальше. Вот он видит здесь этого DDX. Кинул Сайленс. Подцепил ее тритфонтексом. И сделал фраг в соло. Это из разряда такой пословицы. Не убиваешь ты, убивают тебя. Вот то же самое произошло с товарищем паком. Фраг сделать не смог. И в итоге его убили. Ну и последовательно, скажем, Синей подходит к убийству второго тавера сейчас. На топ-лейне. Концентрирует свои силы. Соберутся в пятером. Ну и пропушат. Ничего нового нет. Тут ряд протектор. У него есть левел 11. Всего лишь фуллбэк. У нас даггер. Есть брейсер. И... Энш Топорейшн. Астрактилбусы левел 9. Ну и где Врэйф Кинг после даггера? Ничего. 784 монеты. 4-7-5 счет. Нетворс. Четвертый снизу. 5-700 он выформил себе за игру. У Мираны 10-800. Да уж. Ну тут юзается, конечно, Ливинг Кармор. Пытается как-то сэйвить Иссириуса своей башни. Но тавер все равно упал. В размен хотя бы пойти что ли. Тут фуллбэк настроен агрессивно на этот тавер. Пытается его забрать. Юзается глиф фортификейшн. Сэйвить. Но не тот просто будет захват на ХГ. Ставится в арты. Знает, что глиф потратили ребята из Иссириуса. Отличная возможность просто тавер снести. Тем более со змейками. Почему бы и нет? Юзается Драма Фэнджен. Сайс Блаз залетает. Нужно бы как-то его сэйвейдить. Сдоджить. Пак влетел. Хорошо. Срасказ. После АС Блаза. ДДХ на развороте будет тоже проседать. Большие у него проблемы. Отправляется он в таверну. Бегут дальше. Фуллбэк. Подставляется под Коги. Юсуха здесь под БКБшкой его раскладывает. Есть ли перерождение? Да, перерождение будет. Оверграф. Зурда влетел. Под Ког по двоим неплохо. Юсуха проседает. Юсуха есть на Эггис. В принципе, можно дохнуть. Икс Майкл дохнуть нежелательно. Пак сделал байбэк. ДДХ все-таки опять отъехал. После байбэка уже. Штарш Торма залежает. Прыгает дальше Миран. Она на смолниями, конечно, со всеми расправляется очень быстро. Дисрапшн. Зурда тоже в таверну. Фуллбэк подстаррил под Эрро. Ультракилл в исполнении синее. Ну и это минус сторона. И, скорее всего, минус игра. Да, ну, Сникки, Никс, Ассасин. Прямо, знаете, катком идут по своим оппонентам. Сейчас две катки. Точнее, вторая игра получается на их счету. В рамках этой квалификации. И везде доминация. Безоговорочная, по сути дела. Ну, пока в мид. Видимо, что противники еще не пишут ГГВП. Очень хотят поиграть. Ну, пусть играют. Напомню также пока вам, что, дорогие друзья, на этом стриме для вас буду комментировать сегодня 7 матчей. Две из которых уже практически подошли к концу. Вторая подходит к концу. Еще будет пять. Так что в перерыв будем слушать музыку. Общаться в чатике, конечно, как обычно. Ну, и ГГ, наконец, пописали ребята из-за серии. С аргентинцем не удалось хорошо стартануть. Бывает. Ну, синие, откровенно говоря, тоже были очень сильны. Реализовали полностью свой пик. Трипла в сложной линии оказалась, ну, хорошей на самом деле. Все получилось сделать как надо. И какого-то закономерная победа получилась для осеней. Поздравляем. Поздравляем их. Молодцы. И будем немножечко, наверное, прерываться на короткую паузу. Следующий матч у нас начнется... Когда он там начнется? Я не знаю. Ладно. Поставлю вам, короче, окошечко. Вы там, думаю, найдете. Вот. Ну, и не забывайте подписываться. Вк.ком. Слышит Адекват ТВ. Ребята, услышимся через короткий промежуток времени. Пока перемещайтесь на канал Старал Дородин. Там второй или третий. Смотрите игры, если они еще и тут. Вот такие вот.